Всем привет, с вами Прия. Сегодня пришла пора рассмотреть полностью Демон Хантера, глянуть его обновленные таланты, способности, глянуть какие общие изменения имеются и все такое прочее. Вообще изначально не думал, что буду ДХ рассматривать так быстро и это произойдет лишь только через какое-то время, но ДХ в теории сейчас нужен и его нужно рассмотреть. Все почему. Башня Таргас, на которой будет завязано почти все дополнение, можно сказать так, она откроется достаточно скоро и в нее могут зайти только 4 определенные класса. Это Демон Хантер, далее по-моему 3 кастера, Мак, Варлок и еще кто-то, ШП по-моему, да. И в итоге я так посидел, подумал, ну надо же это потестить, на кастерах я играть не хочу, на ДХ мне ближе всего в роли танка, поэтому буду играть ДХ танком в этой башне, буду именно на ДХ тестить. И в итоге люди будут заходить на стрим, спрашивать какие изменения и что всякое прочее случилось с Демон Хантером, они откроют этот видосик и все прекрасно увидят и услышат. Ну да ладно, хватит этого предисловия. Начнем рассматривать общие изменения, да. Перенесемся сейчас на Shadowlands и глянем абсолютно все общие изменения, которые присутствуют у нас у Демон Хантера. На самом-то деле их очень мало, но все равно их нужно рассмотреть. Обжигающий жар был добавлен всем специализациям. Само собой, он дает особый бонус, особый эффект в каждой из них. То есть, например, в танке это за 6 секунд получение 20 единиц гнева, когда 13 секунд, само собой все зависит от скорости, так как цифра зеленым написана. Конкретно в дамагерской ветке получается так, что обжигающий жар не дает ресурса гнева, там также гнев теперь, как и в танке, в дамагере, то есть один и тот же ресурс. Получается так, что там нужно брать талант, который только тогда начнет давать ресурс. Но это уже мы рассмотрим подробно, когда будем рассматривать дамагерскую ветку талантов. В целом, это все изменения, как бы это смешно ни звучало, но да, всего-то добавили обжигающий жар абсолютно всем специализациям. Пурш, по-моему, и так был у всех, ну, кик ясное дело у всех был. Начнем рассматривать танковские таланты, там реально есть интересные изменения, что-то перешло в способности, какой-то талант теперь усиливает эту способность. И очень-очень много всего сделали интересного, дыха, мне кажется, даже как-то засияет изначально. Вот она самая обычная раскладка талантов охотника на демонов в танке на 120-м. Само собой, может она где-то неправильная, где-то ситуативная и все такое прочее. Наша цель глянуть всего лишь изменения, а не правильность каких-то билдов. Правильность билдов это уже чуточку позже. Вот они у нас, бритвенно-острые шипы, клинок скверны, ненасытность, которая дает нам прок метаморфозы. Взрывная душа, обустошение скверны, призрачный барьер в виде таланта, страж бездны, хороший талант. Последнее прибежище, сейвовый талант. Все казалось бы классно, все замечательно, там пламенное приземление, которое после прыжка позволяет нам печать оставить на земле, которое потом взорвется дополнительно на ауе дэмэдж. Но теперь мы переносимся на альфу и смотрим абсолютно все таланты там. Очень много изменений, я наверное, ну не знаю, минутки 3 потратил на эту картинку, вы ее сейчас увидите. Если рассказывать о талантах демон-хантера, можно сказать так. Удар бездны остался, пламенная боль осталась, бритвенно-острые шипы были удалены. Вместо него встал клинок скверны, который перенесся из третьей полосы справа. Теперь там стоит взрывная душа, а на место взрывной души теперь у нас в БФА поставлен демонизм. Когда опустошение скверны перестает наносить урон, вы на 8 секунд превращаетесь в демона. Это, можно сказать, талант взятый с дамагерской ветки. Там, конечно, все строится на пронзающем взгляде, но тут будет строиться на опустошение бездны. Также, могли заметить, опустошение бездны пропало. Призрачный барьер теперь на его месте, а вместо призрачного барьера стоит массовое извлечение. Массовое извлечение — это полутораминутный кулдаун, который позволяет разрушать находящиеся души противников, наносить дэмэдж. И при этом мы накапливаем малые фрагменты души, которые можно использовать мгновенно. Имеется новый талант — разрушительный бастион. Опустошение скверны восстанавливает больше здоровья, и 50% его избыточного исцеления превращается в щиток, который существует в течение 10 секунд. Но страж бездны переместился, ненасытность убралась. Также вместо пламенного приземления, которое было здесь, теперь имеется инфернальная броня, которая повышает броню от обжигающего жара. Но что интересно, то есть 290 брони, я жму обжигающий жар, и моя броня не повышается. Баги альфы? Давайте спишем на это то, что это баги альфы. Нужно ли это зарепортить? Я думаю, да. После видосика этим мы как раз-таки займусь. Что еще можно сказать? Ну, по-моему, касательно процентов более нечего говорить. Я глянул абсолютно все талантики, и ничего такого особо не увидел, что где-то там изменены цифры, где-то еще что-то изменено. То есть количество секунд, количество каких-то проков, оно вроде бы осталось такое же. Опять же, стоит помнить, что это альфа, и все еще может поменяться. То есть где-то будет талант какой-то усилен, где-то немножко там будет больше каких-либо, не знаю, циферок. Удар бездны лишь только переработан. То есть в него теперь включен талант пламенное приземление. То, что мы оставляем после инфернального удара печать огня. Ну, это интересно, само собой. Что еще можно сказать о ДХ танке? В целом-то он себя неплохо чувствует. Вот она, эта способность. Под названием опустошение скверны. 50 единиц гнева требует. Дальность действия 20 метров. КД 45 секунд. Если рассмотреть ее с лайва, то у нее КД было минута. Но при этом она не требовала какого-то ресурса. То есть сейчас ее КД просто снижено на 15 секунд. И при этом она требует 50 единиц ресурса. Печати такие же метаморфозы имеют такой же КД. 3 минуты. То есть все касательно этого нормально. Какие-либо эффекты в целом тоже у метаморфозы остались такие же. Я думаю, пора перейти дальше. Пора перейти к демонхантеру дамагерской ветке. Там не особо много изменений. Но опять же, о них стоит поговорить. Для того, чтобы увидеть какие-то отличия в ветке талантов охотника на демонов дамагерской ветке. Само собой мы откроем сначала бфашную ветку талантов. И глянем абсолютно все талантики, которые имеются здесь. Стоит обратить внимание на обжигающий жар. То есть тут со взятым талантом мы получаем эту способность. И мы получаем ресурс при использовании обжигающего жара. Также стоит обратить внимание на черную рану. 20-ти секундный кулдаун. Нанесение демеджа. То есть тут получается одной цели нанесения демеджа. Так как вы рубите цель. И при этом увеличение наносимого урона. Удара хаоса на 40% на 8 секунд. Также демонизм. Когда пронзающий взгляд перестает наносить урон, вы на 8 секунд превращаетесь в демона. Вроде бы более никаких изменений нет. А нет, есть еще неутолимый голод. Там изменение небольшое. С помощью укуса демона вы накапливаете до 10 единиц гнева. Вот эти вот абсолютно все талантики мы с вами сейчас рассмотрим. Их немножко поменяли. Если говорить о различном местоположении талантов, то абсолютно ничего не поменялось. И вы в целом это сейчас сами все увидите. То есть иконки даже точно такие же. Да, черная рана теперь называется по-другому. Это разрыв сущности. И она рубит противников перед собой. Это способность. Нанося 404 урона от магии хаоса и увеличивает наносимый урон еще и от танца клинков на 40%. То есть дополнительный какой-то АОЕ потенциал раскрывается у охотника на демонов. Звучит интересно. Демонизм. Когда пронзающий взгляд перестает наносить урон, вы на 6 секунд превращаетесь в демона. Неутолимый голод теперь еще и бафает демодж от укуса демона на 20%. Демонический аппетит немножко переработан. У него появился некоторый бафчик. А именно то, что оставшееся время пронзающего взгляда сокращается на 2 секунды вплоть до 15 секунд. Касательно регена гнева, весь этот текст, он имеется и в бафашном таланте. Можете все сами абсолютно глянуть. Каких-либо других изменений я не нашел. Если еще и вспомнить про обжигающий жар, конечно, вот он. Как мы помним, обжигающий жар это теперь обычная способность. И в тот момент, когда мы берем талант «Пылающая ненависть», мы получаем тот же эффект, что и от бафашного таланта касательно регена ресурсов. То есть 80 за 12 секунд. Ну окей, в бафа было 10. Касательно АОЕ потенциала. Ограничен ли танец клинков по своим таргетам? Да, 5 таргетов. Увы, ну а что с тем поделать? Компания Blizzard хочет немножко сократить АОЕ потенциал классов. Чтобы не пулились большие пачки в мифик плюсах и все такое прочее. Именно все из-за этого. А что касательно таланта затуманивания, точнее способности. Она немножко понерфлена, кстати. Если рассмотреть бафашную версию, там идет уменьшение получаемого демоджа на 20%. Если рассмотреть Shadowlands версию этой способности, то 20%. Нерф ли это? Да я не думаю. ДХ это героический класс. ДХ еще, как говорится, найдет способ выжить и отхилится там за счет метаморфозы и все такое прочее. Она же хилит, да. Также на 25% все замечательно касательно этого. В общем, какой итог по Demon Hunter? Demon Hunter остается довольно-таки сильным, хорошим героическим классом, который способен как прекрасно танковать. Ну хотя мы это еще посмотрим касательно других танков в дальнейшем. Да и я думаю демодж у ДХ будет такой же прекрасный и замечательный. Таланты особо не изменили. Какие-то, да, секунды чуть-чуть урезаны у таланта демонизма, например. Где-то чуть-чуть бафчик, где-то чуть-чуть нерв. Но на фоне всего общего это в целом выглядит достаточно нормально. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Если есть какие-то вопросы, кидайте знать в комментариях. Обсудим. До скорого. Продолжение следует...